Я сегодня молчал весь день, слушал внимательно, записывал, что удалось записать с кем-то мы с вами виделись в УАРах, да, с кем-то мы были знакомы, с кем-то только познакомились. Кто-то приобрел нашу книгу, кто не приобрел, может тоже приобрести сегодня-завтра. Сейчас я хочу показать, наверное, какую-то основную вещь, к которой я пришел, ну, по итогу, да, за последний, наверное, последний год у меня выкристаллизовывалась моя внутренняя система и понимание, как вообще все работает. То есть кажется, могу сейчас сказать, что кажется, что-то более-менее стало понятно. По крайней мере, практика, она подтверждает то, что это работает, в том числе вот то, что Сергей рассказывал, с девелоперем тоже интересная история, мы тоже работаем, Ксения тоже показывала, какие у нас проекты, ну, как бы по этой теме. Работа чужими руками, что очень тоже важно для руководителя, ну, при выходе на миллионы более, когда ты делаешь работу, но тратишь минимальное количество времени, это тоже все выстраивается. Вот это все на максимальном, скажем так, уровне. Давайте кратко. Смотрите, у меня есть выступления, их достаточно много. Если кто-то не смотрел и не знает, вы можете познакомиться с этими выступлениями. Рекомендую, кстати, это сделать вдоль и блока, до общего знакомства, там есть часовое выступление в инстаграме у меня, как вот построить путь с нуля до миллиона. Если очень кратко, буквально в двух-трех минутах, в чем смысл? Смысл в том, что когда ты начинаешь заниматься любимым делом, ну, в данном случае наша тема дизайн интерьера, то мы растем. Я пошел этот путь, ну, примерно за 17 лет, начинал как совершенно стандартный обычный сотрудник, ничего вообще не понимая, абсолютно. Сегодня тоже ко мне подходили люди, спрашивали, я начинающий, как мне начать? Начать надо с понимания. То есть первая часть это понимание пути, что вообще есть в мире, что существует, куда можно двигаться, причем в мире не 10 лет назад, не 20, а именно сейчас. Какие возможности, какие есть альтернативы, да, где можно заработать, либо где можно не заработать, а сделать новый проект более интересный. И что тебе лично наиболее интересно, наиболее актуально. Потому что работает то, самое главное, вот вы послушали сегодня много разных спикеров, работает у каждого что, самое главное, работает энергия. То есть туда вкладывается человек временем, вниманием в то, во что он верит, то и работает. Казалось бы, такая интересная история, но и это тоже можно систематизировать. Почему? Потому что верить каждый раз в единицу времени можно в разные темы. Но чтобы во что-то верить, нужно знать и понимать, какие есть варианты и как это работает. Но если очень кратко, то у многих людей на первоначальном этапе, когда они зарабатывают 50, 100 тысяч может быть, от 30 до 50, скажем так, это первый такой рубеж. Это рубеж с того, что я фрилансер, либо нанятый сотрудник, до выхода на 100-150 тысяч рублей, это психологические только вопросы. Там нам не нужно делать лучший дизайн, нам не нужно как-то там управлять кем-то лучше, нам не нужно заказчиков более крутых, более навороченных. Нам нужно очень просто. Нужно просто поверить, что у нас будет работать и психологический момент подкрутить. У кого-то это блок на продаже, у кого-то это неуверенность в себе, неумение, незнание, как общаться. Ты не чувствуешь себя вровень с клиентами. А когда ты доходишь до уровня 150-300, то ты не чувствуешь себя на одном уровне, скажем так, с миллиардерами. А на самом деле все мы люди, какая разница, кто перед тобой сидит, простой эконом-класс, либо королева, например. Без разницы, это все мы люди, у каждого есть свои потребности, у каждого есть свои психологии. Именно вот это понимание последовательно ведет движение нас с нуля в деньгах, да, вот как тема у нас называется, да, с нуля до миллиона. И не стал грузить вас картиночками, да, и слайдами, чтобы построить более живое выступление. Вот, поэтому смотрите. Рост в деньгах, он идет от уровней. Всего есть 7 уровней, я сегодня с этого начал. Кто-то помнит? Какие? Записали? Есть? Кто помнит? Напишите, поднимите руки. Есть? Кто не помнит, смотрите, есть запись. 7 уровней основных, которые желательно, ну не желательно, которые обязательно знать. Почему? Потому что они получатся иначе двигаться. Первый, это путь, кто мы, куда мы идем. Делаем ли мы производство, делаем ли мы процесс как системные студии, либо мы как творческие единицы взрываемся. Мы должны дать себе определение. Да, кстати, эти уровни, они постоянные, но темы меняются. То есть мы можем в один момент зарабатывать себе деньги, чтобы обеспечить стабильность, чтобы нас там не выдали сквоте, чтобы можно было, ну еда, чтобы была в конце концов на базовом уровне. В дальнейшем этот базовый уровень достигнут, но мы можем поменять этот уровень, этот цель. И тогда мы переходим на новый итог и выходим, ну условно, на следующую часть. Поэтому самое главное, самое важное, понять фокус внимания на первой части. Как это делается? Казалось бы, какая-то эфемерная вещь. Нет, есть система, вот как сейчас показывали, есть система таких же вопросов, относящихся к себе, к личному бренду, к пониманию, кто ты, что ты делаешь, что у тебя зажигает. Это вопросы психологического характера, которые нужно просто пройти и желательно в обратной связи с кем-то, потому что самому себя квалифицировать достаточно сложно. Если ты это делаешь, то тебе уже обеспечена половина успеха, потому что можно двигаться дальше. Следующая часть, вторая, это продукт. Очень-очень большая проблема именно в продукте у дизайнеров, у творческих людей. Им кажется, то есть очень часто я сталкиваюсь с тем, что делается какой-то процесс. Мы делаем услугу для клиента. Большая рекомендация, кто хочет выйти на следующий уровень, перестать делать услугу и делать продукт. Чем отличаются услуги от продукта? Отличаются достаточно простые вещи. Услуга делается под хотелкой клиента, что закажете, мы то сделаем. Это всегда ограничивает нас в автоматизации. Если мы делаем продукт, то продукт идет от силы, от уникальности. Когда мы делаем продукт, мы всегда показываем, что мы несем в миру и клиент нас покупает. Продукт делается сложнее с точки зрения позиционирования себя, с точки зрения сложности этой операции. То есть продукт сделает гораздо сложнее, чем услугу. Почему? Потому что его должно купить много людей. Но это точка роста. Надо понимать, что создание продукта, который не адаптируется под каждого клиента, это одна из таких важных вещей, которые есть. Услуга – это тоже продукт. Но услуги сложно масштабировать. Это тоже надо понять. Кто хочет масштабироваться, систему прописывать, то надо уходить от ручного управления и делегировать многие вопросы. А делегируется не когда вы суперсотрудников нашли, а когда есть понимание результата. А понимание результата есть не в услуге, не в процессе, а в продукте. Понятную мысль? То есть продукт – очень важная часть. Ее тоже нужно уметь делать. Уметь создавать продукты на этом уровне – это очень важно, чтобы перейти, словно, с 50, опять же, и далее до 150. Следующая тема – это мы придумали продукт. Мы выбрали продукт, кстати, еще очень важный, который должен состоять из того, что мы умеем делать, мы любим делать, где у нас есть энергия. И мы выбрали себе клиентов. И этим клиентам гиперсегментация. Помните сегодняшнюю тему? Очень важно, чтобы этим клиентам был нужен этот продукт. И когда это совпадает, мы делаем то, что люди, клиенты к нам приходят, какие мы хотим, и они тут тоже это любят, тогда вот встречается вот эта вот ячейка, что можно это продавать. Особенно, когда они не просто говорят, что да, нормально, давай мы будем это покупать. А когда они берут и платят деньги. Фактически платят. Тогда это можно масштабировать. Но здесь у нас скрывается большая проблема. Создание продукта не гарантирует результат. Знаете почему? Потому что то, что мы придумали в голове, мы же очень умные, мы очень долго варимся в себе, очень глубоко внутри себя копаем. В чем проблема? Проблема в том, что мы-то придумали, как это работает, но не можем объяснить простыми словами это людям, миру. Нам нужна здесь упаковка. Вот то, что тоже многие говорили и рассказывали. Красивые картинки, красивые слайды. Это не красивые просто так какие-то сайты. То есть сайт это не картинки красивые, это набор смыслов. И набор смыслов это и есть упаковка. Что такое упаковка? Упаковка это то, как мы показываем, что мы продаем в мире клиента. То есть нам нужно показать не что мы делаем для него, а в его мире показать, то есть ценности для него. И это все оформляется уже дальше графикой. Подходили ребята, спрашивали, где мне продвигаться? В ютубе, в инстаграме, в социальных сетях, в телеграмме, на выступлениях? Какой правильный ответ? Везде. И делать это не самому, а чужими руками. Выбрать для себя одну платформу смыслы. Выбрать на предыдущем этапе, транслировать все это. А все остальное делается автоматом. Роботы это делают. То есть самое главное смыслы. Никто за вас смысла не придумает никогда. Будь ты начинающий дизайнер, любый опытный, смыслы всегда должны быть. И смыслы, они меняются. Когда мы идем с нуля до миллиона, у меня критерии такие. Ноль, 50 тысяч. Ну ноль, когда вообще ничего не знаешь. 50 тысяч, когда ты работаешь на работе. 100-150 тысяч, это когда ты более-менее разобрался, в чем дело, научился привлекать клиентов, взял сотрудников. 300 тысяч, когда ты уже офис сделал. Пусть он не системный, хаотичный. Это семейные компании. В принципе, 300 тысяч нормально можно зарабатывать. Далее, чтобы с 300 на 500 прыгнуть, нужна уже система документов, то, что примерно сейчас показывают. А с 500 до миллиона, это уже известность, это более сложные продукты, с точки зрения не только дизайн, но и стройка, поставка мебели, может быть даже обучение какое-то. То есть вы уже занимаетесь другими смежными делами, и тогда идут вот это все. 100, 100, 300, 500, и того у вас миллион в месяц. Вот примерно так. И это все в дизайне, это можно на этой же теме, просто другими способами. Третья сказала, упаковку сделали, трансляцию сделали, распространили информацию себе. Что получили, результат какой? Заявки. Не клиентов. В общем, большая ошибка, сразу же попытаться за одну и ту же итерацию получить клиентов и продать им. Так лендинги не работают, так продажи не работают. Всегда первая итерация, мы считали на калькуляцию. Вы видели, да, как мы заморачивались с системой работы найма сотрудников. Точно так же имеет смысл заморочиться с пониманием, как работает продажа. И продажа работает очень просто. В цифрах это подтверждается, у меня сейчас нет возможности показать вам статистику, но в цифрах подтверждается, что если ты сначала завлек внимание человека, он на тебя подписался, либо ты взял контакт, то продать ему дальше в разы будет проще и дешевле. То есть в цифрах, если привлечение клиента стоит, допустим, 50 рублей, то есть он скачивает какую-то полезную методичку, смотря полезные видео, то потом ему допродать будет гораздо проще, чем сразу же блог пытаться продать дизайн. В разы будет разниться. То есть будет разниться в 10, в 20, в 30 раз стоимость клиента. А на больших объемах стоимость клиента это деньги. А почему нам нужны большие объемы? Ну потому что если мы создаем студию, мы хотим, чтобы это масштабировалось. У нас есть сотрудники, которых надо кормить, которые должны отработать зарплату свою и приносить нам доход. И именно из-за этого мы обязаны считать эти цифры. У меня в математике была не очень хорошая оценка в школе, но ты быстро соображаешь, когда ты видишь плюсы-минусы, цифры, пропорции. По сути, я считаю не цифрами, а пропорциями. И я вижу, куда стоит приложить внимание. Поэтому результатом третьей части нужно понять простую одну вещь, что первым этапом мы привлекаем только клиентов потенциально, которые наши клиенты, которые ознакомились с нами. То есть результат третьего этапа – это знакомство потенциально с нами, подписка на нас, получение контактов и так далее. Все, больше людей ничего не делают. Четвертый этап уже – идут продажи. Тоже большая ошибка дизайнеров. И моя в том числе была, что я пытался консультировать клиентов. Он приходит и говорит, ну вот, у меня такая ситуация, я пытался мне ситуацию разложить. Мне казалось, что я вот ему сейчас покажу, как надо. Он же поймет, что я эксперт. И купит, придет. Говорит, да, спасибо, я подумаю. И он ходил. А я думал, что уже у меня проект в кармане. А ничего подобного. На самом деле продажи, как это ни странно, это просто психология. Там не надо ничего думать. Там даже не надо суперуметь продавать. Если ты просто действуешь даже по плану, это работает. Есть план, подающий консультации. Она так и называется. Ничего сложного. Просто психологические зацепки момента. Они основаны на психологии людей. И они не меняются, не изменятся никогда. Что надо делать? Их просто надо знать. Просто надо последовательно делать. Эту часть тоже расскажу. На видблоке будем как бы это разбирать. Кому будет интересно, обсудим. Четвертая часть рассказала. Да, это все двигает нас к увеличению денег. Каждая из этих этапов, внедрение этого этапа, приводит нам дополнительных клиентов денег и снижает затраты. Пятая часть, моя любимая, она неочевидная. Ну, как любимая. Она совсем неочевидная. Я ее понял достаточно, скажем, поздно. Хотя я ее применял. Именно осознал и применил. Это дополнительные услуги. Мы внедрили нашу тему такую, что мы делали сначала... Я сначала вообще делал визуализацию. Потом я подумал, ну, меня стали запрашивать дизайн-проекты. То есть клиенты сами просили меня. Я говорю, окей, я буду дизайнером. Почему нет? Будучился дизайном. Более-менее сначала плохо получалось, ужасно. Потом я взял людей, заплатил деньги. Сказал, вот, научите, пожалуйста. В общем, через пару лет я более-менее сносно стал делать дизайн. Вот. И с тех пор там стал дизайнером, стал делать и реализовывать проекты. После этого, да, стали люди спрашивать, можно ли это все воплотить, можно ли привезти мебель, можно ли посмотреть за строителями, можно ли дополнительные услуги. И эти дополнительные услуги вылились тоже в целую систему, которая описана в моей книге, которую я показывал и рассказывал, энциклопедия дизайна и комплектации. Суть в том, что есть четыре дополнительных услуги. Вернее, одна основная и три дополнительных. Дизайн-проект, он отдельно продается. Авторский надзор отдельно, комплектация отдельно и управление строительством. И это уже x3. То есть взяв один раз клиента за эти деньги, которые мы привлекли, мы можем при правильной стратегии, донося каждый раз пользу, повышать чек. Это вот сложные услуги в дизайне. Дальше больше. Это не все. Потому что сложные услуги можно придумать до бесконечности. Вот в чем хитрость. И не только в дизайне, но и в других областях. Как-то раз, когда ко мне пришли клиенты просто заказать некую концепцию дизайна, я их стал спрашивать, а для чего вы заказываете дизайн? Они говорят, мы хотим коттеджный поселок построить. Я говорю, а как вы будете продавать коттеджный поселок? Мы об этом не думали бы, пока только построить. Я спрашиваю, а было ли бы вам ценно, если бы я, у меня есть опыт взаимодействия. Я уже делал многие поселки и видел, как они продаются. Была ли вам полезна моя экспертиза в плане не только построения, но и продажи? Они такие сидят, думают, а что так можно? Я говорю, да, можно. У меня есть экспертиза. Я видел, как строятся другие поселки, какие у них продажи. Давайте я вам покажу и расскажу. Записывайтесь ко мне на консультацию, например. Можно так сказать. Но я сказал, давайте вместе реализовывать. И взял ее в такой долгосрочный так называемый консалтинг, когда я делаю проект и параллельно рассказываю, как продавать правильно. Откуда я это знаю? Я просто взял модели, которые у меня работали в дизайне, привлечения клиентов и продажи, и показал на уровне 5, на более сложных услугах, этим клиентам, которые и так пришли. И там еще кроется плюс 300 тысяч, плюс 500 и плюс миллион. То есть в целом консалтинговая работа такая нормальная по построению какой-то структуры в организации. Вполне можно брать 500 тысяч миллионов, вполне нормальная цена. И это разумная цена, которую платят нормальные компании. Они как бы даже меньше не будут брать. Если ты скажешь, что сплати мне 15 тысяч, они скажут, что мы за 15 тысяч не поедем даже никуда. Когда ты показываешь ценность услуги, они ее видят. И чем больше, выше стоимость ты назначаешь и можешь ее отработать, тем выше выгода. Почему я беру миллион? Потому что я могу им принести 10, 20, 30 и показать на цифрах. У меня есть киркулятор, я умею считать, у меня есть другие аналоги, я могу все это обсудить. Вот такая логика на пятом уровне приводит к большим деньгам. В принципе, занимаясь тем же самым. Я к чему это говорю? Что для того, чтобы зарабатывать больше, все хотят на миллион и более. Надо и мыслить по-другому, не только как дизайнер. Ты можешь заниматься своим любимым делом в качестве дизайна, но думать о том, где еще можно дополнительно заработать. И эти все механизмы, они в механике приходят автоматически, когда ты знаешь, что и как делать. Понятная эта мысль? Пятый уровень. Очень важный, не очевидный, но нужный. Обязательно, чтобы разу получать, допустим, полугодовой доход сразу за один заказ. Такой бывает и такое, в принципе, нормальная история. Поэтому вы не вкладываете за банк на деньги. Там кроются очень интересные вещи. Шестое, кто следит. Диригирование сотрудники команды. Также регламенты. На шестом уровне мы именно, навыки, условно говоря, мы на базовом уровне диригируем хотя бы что-то, хоть что-то, хоть как-то отдать. То если мы говорим о более детальной истории, то нам нужно уже вот такие документы писать. Система, история. Сначала это пишется долго. Первую свою студию я систематизировал, наверное, полтора года. То есть я сначала пытался понять, как она должна работать. Потом пытался писать документы сам. Потом понял, что это бесполезно, надо брать какие-то шаблоны, смотреть. Дмитрия, в общем, кто и делали команды полтора года. Я считал, сколько это денег у меня заняло? Шесть с половиной миллиона рублей. Мне пришлось продать свою квартиру. У меня была квартира, чтобы вложить в систематизацию документацию, которую я сейчас передаю ребятам на курсы, кто у нас учится. И, собственно, вот эта тема, она сколько стоила мне в производстве. Но что интересно, что поняв один раз эту тему, ты можешь ее масштабировать в другие бизнесы практически бесплатно. То есть ты один раз вкладываешь свое обучение, там, я вот, свои деньги, и теперь я могу его масштабировать. И это тоже интересная история. У тебя появляется новый налог, новая тема, которая позволяет себе, опять же, зарабатывать больше. Так это работает, хотя, казалось бы, обычный дизайнер. Просто в мозг включаешь правильное направление, смотришь, что можно быть, и прокачиваешь навыки. Делегирование в том числе. Команду строишь, строишь систему, описываешь ее, прописываешь стандарт профессии, ну, либо взять его готовой, можно, можете зайти к нам на сайт и взять его готовой. Выстраиваете свою работу так, чтобы она работала оптимально, уже готова оптимальная схема. Почему она оптимальна? Потому что она учитывает то, что мы строим студию, компанию, которая отвечает вашим принципам, которая показывает то, что вы хотите внести мир. В ней работают сотрудники, которые вам близки, их подход тоже вам близок. Они сами приходят, то есть они хотят у вас работать. И вы можете участвовать в проекте, в процессах, если вы хотите какие-то проекты врать. А если не хотите, можете уехать и делегировать. И все это работает самостоятельно. То есть вот в этом суть, как бы, диригирования вот этой системы. И она строится вот такими документами. Шестое построили. Это вот уровень, условно, 500 тысяч. Дальше не все. Седьмое, один из основных вещей. Слава богу, мы поняли это очень-очень рано. Десять лет мы занимаемся дизайн-конференцией. Обучением занимаюсь, наверное, год больше. Одиннадцать, наверное, ну, 2009-го. Смысл в чем? В том, что известность и трансляция своих принципов, она очень важна. Она умножает все, что вы сделали, просто за счет того, что вы находитесь в медиапространстве. Очень важный момент, то, что сегодня затрагивали тоже в обсуждениях, то, что клиент в интернете, он закрыл окошечко и забыл о вас. Когда мы здесь сидим, целый день мы просидели. То есть каждый из вас здесь очень-очень ценен. Как сам по себе, для нас, для трансляции конференции, для трансляции моих принципов, для кто-то придет к нам на обучение, кто-то книгу купит. Это очень ценная вещь. Кто-то даже если не придет, посоветует, вспомнит, что было что-то интересное, полезное, что-то поменялось. Это подтверждает ребята, которые выходили, мы тоже были на конференции, мы изменили жизнь. Вот именно вот это вот, это очень ценно. И именно умение в оффлайне привлечь внимание, оно работает через известность. То есть в онлайне очень сложно. То есть человек тебя посмотрел, он тебе лицо не понравилось, закрыл и пошел дальше. Ты можешь говорить суперклассные вещи, суперполезно быть, но ему лень тратить 15 минут своего времени, он быстро к stories посмотрел, и вы ничего не донесли. Поэтому известность и выступление вот таких как раз дают возможность в том числе прокачивать. Личный бренд прокачивает известность, и это умножает наш доход. За счет чего? За счет внимания. Люди дарят внимание. И по сути, мы должны были бы вам платить здесь за то, что вы инвестируете в ваше внимание. Почему? Потому что наша самая главная задача нашего сообщества, нашего клуба, нашего ценности, это сделать так, чтобы вы применили все эти знания, мы делали все для этого возможно от нас, чтобы вы дальше поделились тем, что есть такое мероприятие, есть конференция, есть такие ребята, которые действительно меняют мир дизайна, и мы вам благодарны. То есть, это самая главная такая вот мысль. Это вот по седьмой части. Есть еще восьмая история, но я ее не стал соединять, потому что цифра семь выглядит как-то более помпезно и привлекательней, чем восемь. Семь навыков, семь эффективных людей, что еще такое есть. Восьмая часть, она не сильно связана с навыками, она больше связана с личной какой-то частью, с личными навыками. Для того, чтобы все это реализовать, нам нужно прокачивать лично какие-то свои вещи. Это копирайтинг, обязательная история, умение писать текст. Что такое умение писать текст? Я надеюсь, вы уже поняли. Это умение текстом выразить свои смыслы. То есть, хороший копирайтинг – это знание смыслов, а не умение сложить. И более того, навык сложить, красивые слова – это техническая работа, так же, как и реализация. Если вы придумали дизайн, вы можете отдать это, но никакой копирайтинг за вас не перетест смыслов, только смысл вы должны придумать. Умение выступать, да? То есть, это тоже навык. Мы выступаем, мы транслируем, мы рассказываем, чтобы слова складывались сами, и все получалось, что нужно. Желательно, чтобы в голове были вот эти вот механизмы построены, чтобы все это работало. Тогда вы сможете нормально выступать и понимать логическую связь. То есть, мозг будет сам простраивать все истории, не нужно будет готовить презентацию, вы всегда, зная, кто перед вами аудитория, вы сможете всегда любую презентацию подстроить под них, и будет очень актуально. И людям будет казаться, ничего себе, какие классные темы, стоит задуматься. Это тоже не просто так, это все проектируется. Я знаю каждого из категорий, которые я описывал. Я очень четко, точно знаю. Я ставил вводу на то, чтобы детально изучить все категории клиентов. Вы на Гребичков, и у кого 50 тысяч рублей, я сразу не могу понять, какие проблемы, что нужно, как помочь. Максимально быстро, за полсекунды я могу выдать решение. Далее там 150, 300 и так далее. То есть, я знаю каждый уровень и как с кем говорить. Соответственно, очень-очень сильно повышается ценность наша. Как только ты это все изучил, повышаешь, ты тоже становишься востребованным, и люди сами себе несут деньги, предлагают проекты, предлагают сотрудничать вместе и все работает. Поэтому восьмой условный навык – это избавление от лени, избавление от каких-то комплексов внутренних, от того, что что-то нельзя или что можно было так. Да, можно все, если ты себе это позволишь. Давайте позволять себе много, и тогда у нас будет рост. Ну, спасибо, в принципе. Основная часть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ